Здравствуйте, это программа «Тема дня», меня зовут Дмитрий Нечаев, и давайте я сразу представлю вам нашего гостя. Это Олег Станиславович Лебедев, председатель Комитета по экономической политике Законодательного собрания Тверской области, ну и очень известный в нашем регионе политик, один из самых популярных мэров, так можно сказать, человек, живая легенда нашего города. И сегодня мы хотим поговорить о дальнейшей стратегии развития нашего региона, хотим несколько слов обсудить с нами, с вами, с нашей аудиторией, поговорить о том, на каком этапе мы сейчас находимся. Ну, может быть, взять такой временной отрывок, вот эти пять лет, которые в нашем регионе руководит регионом губернатор региона Игорь Михайлович Руденя. Какие-то, может быть, предварительные итоги подвести, ну и самое главное, наверное, поговорить о том, что предстоит сделать в регионе о планах. Но прежде чем мы к этому перейдем, прежде чем мы будем говорить о планах, я бы вообще хотел немножко поговорить с вами, Олег Саниславович, о вашем жизненном пути, если можно, о том, как вы пришли в политику, как проходило ваше становление, как мы знаем сначала как бизнесмена, потом как уже представитель депутата городской думы, затем как, ну все знают, как самого популярного мэра нашего города. Вот можете об этом рассказать? Как вы пришли на этот путь и стали? Ну вы знаете, что я, во-первых, моя семья попала в город Тверь тогда, когда мне отец приехал здесь учиться в Академии Воздушно-космической обороны. Да, он был офицер. Да, имени Жукова. Так корни мои уходят в Нижегородскую область, в город Арзамас. Так получилось, что вот династия и отца, и матери оттуда приходят. Ну вот, род Лебедевых такой интересный на той земле. У нас в семье много было священников, священнослужителей. Вообще была такая интересная история в 18 веке, а Лебедевы вышли, женили, ну, Лебедевы женился на Лебедевой, ну так скажем. Ну это были однофамильцы. Да, это были, конечно, просто однофамильцы. Одни жили в городе Арзамас, другие в Нижнем Новгороде. Ну вот так вот наш род переплетался. Ну и отец мой выбрал такую военную профессию, военного летчика, поступил учиться сюда, в наш город замечательный. Ну и я в это время вот родился. Мама съездила, родила меня в городе Арзамас и буквально маленьким, через 3-4 месяца приехала сюда, в нашу Тверь, город Калинин. А может быть, забегая вперед, вот скажите, офицерская профессия отца, она как-то повлияла на ваш выбор профессии? Вы же тоже офицер. Ну я действительно закончил Минское высшее инженерно-зенитно-ракетное училище. Значит, это такое, как одно из лучших инженерных училищ нашей страны, тогда СССР. Это вот как гражданское МФТИ, Бауманка, так вот это военный вуз такой, наши ребята всегда, да. Часто побеждали на всяких конкурсах, олимпиадах, которые проходили. И служил на 300-й системе, тогда новейшей системе противовоздушной обороны, в зенитно-ракетных войсках. Дальше служил в городе Клин, потом перевелся для прохождения службы в наш второй научно-исследовательский институт, который у нас в Заволжье находится. А так вообще вся моя жизнь с нашим городом связана. Но после окончания академии отец уехал, покомандовал летным полком в городе Ржев, там где-то полтора года, и семья вернулась сюда. Я здесь пошел в детский садик на пересечении улицы Балагоева и Горького, который сейчас уже не существует в жилом доме. Он был на первом этаже от ТЭЦ. Вот здесь пошел в 17-ю школу. В отличие от сестры, которая 6 школ поменяла, мне повезло, я отучился в родной физико-математической школе все 10 лет. И поступил в училище. Конечно, определенный отпечаток вообще из династии военных. У нас много в роду тех, кто отдал, посвятил себя службе Отечеству. У меня дядя, генерал ФСБ, скажем так, КГБ, контрразведчик. В нашей семье есть генерал-полковник Лопыгин, герой Советского Союза Николай Иванович. Это командующий группой войск объединенной. Первый командир Кантемировской дивизии под Нарфоминском. То есть династия такая военная. Александр Иванович, очень достойный старт, очень достойные корни. А почему вы тогда ушли с воинской службы? Почему вы ушли в бизнес? Ну, я служил очень престижно в первом управлении, в 11-м отделе нашего института. Но уже было понятно, что вот эти вот 90-е годы, вот этой сумятицы, нам месяцами не платили денежное удовольствие. Отцы командира говорили, идите, зарабатывайте, как вы можете, чтобы прокормить свои семьи. И действительно уже стали идти разговоры о возможном сокращении вооруженных сил. И я тогда, не дожидаясь, написал рапорт, пришел к генералу Сумину, которого хорошо знал, поскольку с его сыном мы дружили, учились вместе тоже в Минском визору. Он тоже выпускник 17-й школы. И, в общем-то, со второй попытки, сначала меня не отпускали, уволился из вооруженных сил и пошел заниматься предпринимательской деятельностью. Работал в науч-промстройсервисе. Такая организация у нас была. Также был директором Алексес. Это одной тоже из задач, которой мы занимались безопасностью. 90-е годы были очень сложные. И тогда очень много пропадало товаров, которые разгружались в портах Санкт-Петербурга. По дороге Москва-Санкт-Петербург ехали с видеомагнитофонами, компьютерами. В общем, времена были очень сложные. И вот как раз мой дядя отвечал за прохождение этой группы товаров до города Москвы и обратно по трассе Санкт-Петербург. Поэтому много через чего прошлось пройти. Потом я был избран вице-президентом ассоциации «Витязь», которая объединяла все наши отряды специального назначения. И работали с Артемом Валерьевичем Гатаевым, и с Иналом Мамитовым, это наши СОБРы, и УФСИНа, и КГБ, и наш СОБР, и других спецподразделений. Дальше задачи, связанные с декриминализацией экономики нашего города. Ну и когда я уже возглавлял Тверской продовольственный союз, у нас в объединении работало 2400 человек тогда. Но я понимал уже, что задача ставилась декриминализация города Твери, потому что экономика не может работать, если у людей что-то могут отобрать, их могут убить. Ну, то есть это... Конечно. Александр, что воду решетом носить. И, да, вот мои коллеги предложили мне тогда баллотироваться в депутаты Тверской городской думы. С первой попытки я избрался в своем родном Заворском районе, где, в общем-то, и вырос, и жил. И как раз в Городской думе возглавил тогда комиссию по экономике. Вот сейчас комитет по экономике в областном парламенте возглавляет. Тогда это была комиссия по экономике города Твери. Александр, пока мы не пришли к обсуждению следующего этапа вашей жизни, вашей карьеры, вот скажите, сейчас по прошествии лет, вы никогда вас в ностальгии не посещаете? Не жалеете, что вы ушли с офицерской службы, что вот так сложились обстоятельства? Ну, вы знаете, я не могу сказать, что что-то, конечно, какие-то вопросы возникают, да, всегда, может быть, какие-то вещи бы сделал по-другому, все мы какие-то ошибки совершаем. Но в целом я прошел такой интересный участок жизни. И в политику я уже пришел, я вообще считаю, что в политику должны уже люди приходить тогда, когда, почему мне было легко работать, у меня мои семейные вопросы, я свою семью обеспечил, я уже по нашим тверским меркам был достаточно состоятельным человеком, как говорят, купил и квартиру, и машину, и мог уже что-то сделать для своего родного города. Хотелось, конечно, чтобы наша страна жила по-другому. И как раз вот я попал на этот рубеж, когда уходил Ельцин, когда, в общем-то, к управлению нашей страной пришел Владимир Владимирович Путин. Александр Иванович, мне интересно понять вашу мотивацию, почему вы все-таки решили пойти в политику, почему вы избрали этот путь, что вы хотели поменять, к чему вы стремились. Но мы об этом поговорим буквально через три минуты. Не переключайтесь, мы сейчас продолжим. Мы возвращаемся в эфир. Я напомню, что вы смотрите и слушаете программу «Тема дня». И у нас студия, наверное, самый популярный мэр нашего города в прошлом, а ныне председатель комитета по экономической политике областного парламента Законодательного собрания Тверской области Олег Станиславович Лебедев. Мы с вами перед перерывом подошли к такому этапу вашей жизни, когда вы, пройдя службу в вооруженных силах, став офицером элитных подразделений в Академии ПВО по работе, послужив в институте ПВО, вы затем связались на довольно длительный период, успешно связали свою жизнь с предпринимательской деятельностью, возглавили большой коллектив, почти 2,5 тысячи человек. И, казалось бы, все у вас там было хорошо, вы стали успешным человеком, состоятельным человеком, но вы почему-то решили дальше, как я уже понимаю, всю свою жизнь посвятить политике. Что вас смотивировало, для чего вы это сделали? Ну, во-первых, это было не только мое решение, а коллективы, руководители тех предприятий, которые в объединение входили и в Тверской продовольственный союз, в Тверскую ассоциацию предпринимателей, потому что на бизнес тогда не только криминальное давление оказывалось, но иногда еще хуже этого, это было давление каких-то чиновников, бюрократии, вот, могли закрыть предприятия, у нас вот предприятие Ассоль, там, например, лишили лицензии, и пищевое предприятие перестало работать. Пищекомбинат Исаевский такой был, тоже прекратил свою работу. И было понятно, что надо уже на более каком-то серьезном уровне вот эти вот вопросы решать. Все было очевидно, очевидно было, что, в общем-то, город немножко так стагнирует. И коллеги предложили, мне года два, по-первых, предлагали и Меденников Сергея, и Андрей Карасев, помните, ваш коллега. Да, они меня все уговаривали, в том числе уже как такие политические эксперты и технологи заняться этим. И вот я принял решение, да, и с первого раза уверенно избрался вот в своем Заволжском районе, там, где я жил, депутатом Тверской городской думы. И, конечно, еще раз хочу повторить, действительно, в политику должны уже идти люди, которые, ну, желательно уже состоялись, которые могут что-то уже отдать, не то, чтобы себе что-то там заработать, что-то там решить какие-то свои вопросы. Потому что надо быть готовым, что, придя в политику, ты можешь принимать даже такие решения, которые идут в обред своим собственным интересам. Они это должны уже руководствовать. И вот об этом очень правильно на прошедшем форуме сказал наш губернатор Игорь Михайлович Руденев. Он сказал очень важные вещи, ведь мы об этом часто так как-то мимо ушей пропускаем. Действительно, если человек пришел в политику, он личное уже должен подчинить общественному. Общественное должно быть выше личного. Иногда приходится, да, своими собственными интересами где-то делиться, скажем так, ставить их на второе, третье, быть готовым для решения сложных проблем. Это очень важно. Понятно. Ваша мотивация, почему вы пошли в политику, что вы хотели менять, да, декриминализация города, то есть расставлять все точки... Ну и мы помним, да, и ту Тверскую городскую думу, давайте говорить, там явно доминировала одна из таких группировок, да, связанных, по сути говоря. И, конечно, обстановка была очень непростая. Ну и давайте говорить, мы же знаем, что это представители Реткинско-Таганской, так скажем, группы, да, которые, в общем-то, имели такой контрольный пакет. Первое, с чем мы тогда столкнулись, я только пришел в городскую думу, Александр Петрович Белоусов пытался провести на пост председателя Юрия Пушкарева, а ему оппонировал Виктор Почтарев, так скажем. Вот, два таких ярких, интересных человека, совершенно разных. Но в результате вот этого победу одержал Виктор Почтарев. Вот, у него там уже была достаточно такая серьезная вокруг него группа депутатская сложилась. Вот, я представлял, скажем так, независимых депутатов, которые, в общем-то, не входили ни туда, ни сюда. Ну, мы пришли, нам надо было осмотреться, у нас было свое понимание тех проблем, которые в городе у нас складывались. Александр Петрович, вот вы упомянули вашего предшественника, тоже всенародно избранного мэра Александра Петровича Белоусова. Вот, я хотел бы по нему вопрос задать, потому что человек был яркий, он ушел, а вопросы остались. Знаете, когда такого уровня человек вдруг неожиданно уходит из жизни, то как-то очень у многих возникают сомнения в том, что это случайно произошло. И что греха таить, многие тверичане не верят в то, что это был какой-то там сердечный приступ ни с того, ни с сего, в общем-то, довольно крепкого, физически здорового человека. Вот вы как-то можете, может быть, сейчас, вот, по прошествии времени, мы знаем, что была комиссия, создана неверов, проводила расследование, вот сейчас, по прошествии времени, уже можно с какой-то такой, достаточно большой степенью уверенности говорить, что случайно это был его уход из жизни или не случайно? Ну, вы знаете, это вопрос очень непростой, и эта тема очень деликатная и для серьезного разговора. Но то, что последние несколько месяцев мы активно общались с Александром Петровичем, и он, в общем-то, просил, ну, скажем так, обеспечить его безопасность, и говорил о том, что если с ним что-то вдруг случится, чтобы все знали. Да, он их открыто высказывал. Более того, давайте говорить так, что он даже обращался к тому, что вокруг него, в том числе, охраняли его люди, близкие, скажем так, к Александру Ивановичу Костенко, не без этого. Один из криминальных авторитетов, да? Да, то есть он действительно очень серьезно опасался за свою жизнь, на него было очень серьезное давление оказывалось, причем это были и две этнические группы, скажем так, и вот многие другие. И поэтому, вы знаете, есть люди, которые с уверенностью говорят, что его смерть была не случайной. Но все-таки есть фактура, есть, конечно, вот те материалы, которые были собраны тогда депутатской группой. Ну, надеюсь, когда-нибудь придет время, и мы сможем больше узнать правды об этой трагической истории вот такой смерти первого всенародно избранного главы города. Ну, а вы-то сами какой версии придерживаетесь? Случайно или не случайно? Вы знаете, у меня очень много вопросов, да, по гибели Александра Петровича. И я все-таки считаю, что там есть определенные моменты, в которых еще надо разобраться. Но все-таки это такую точку должен ставить суд, специальные службы, органы, вот, а не, в общем-то, люди, ну, скажем так, другой профессии, да, это слишком серьезный и важный вопрос. Я еще хотел бы... То, что он серьезно опасался за свою жизнь, высказывал это неоднократно, это было очевидно, все это знали. Он был не из трусливых, и надо подлагать, что основания у него были. Александр Петрович, возвращаясь еще вот к тем временам, давайте вспомним, да, произошло трагическое событие, умер или погиб, я не знаю, мэр города Белоусов, Александр Петрович, я тоже с ним был знаком, он интересный был человек, конечно, яркая личность. Да, он любил город. Но при этом, да, он любил город, но при этом мы знаем, что в его эпоху, к сожалению, город был, по сути дела, банкротом. У нас были доходы города менее миллиарда, то есть 900 миллионов были, а долг был почти 2,5 миллиарда. То есть это, в принципе, мы сидели в долговой яме. То есть вам хозяйство такое досталось, ну, мягко говоря, не очень. При этом буквально, я знаю, как зажимали городской бюджет на уровень областного парламента, какие были тогда трения. И при этом вам каким-то образом невероятным удалось город из банкротной ямы, из долговой ямы вытянуть в лидеры. Он был уже, наверное, в десятке лидеров по России. Вот у нас сейчас на столе стоит золотой рубль. Это как раз вам вот за эти заслуги на федеральном уровне были признаны, отмечены. Да, городу были, которым вы руководили, возглавляли его. То есть успех был совершенно очевидный. За счет каких ресурсов это получалось сделать? Как это вообще произошло? Ну вот, действительно, ситуация была очень тяжелая. Еще раз скажу, многие, наверное, помнят, что мы по 3-4 месяца у нас люди в детских садах, школах, в больницах зарплату не получали. Я вообще, у меня было правило, я получал заработную плату самым последним. Но я уже говорил, что у меня была, конечно, возможность жить более-менее нормально, скажем так. И, конечно, на столе у меня была куча судебных решений, инкассовых поручений. Любой рубль, который приходил, его тут же забирали. Поэтому было, конечно, очень тяжело. Конечно, первое, пришлось на первых порах заниматься вопросами очень жесткой экономии. Но это не главное. А главное то, что я сразу прекрасно понимал, что без экономического развития нашего города, без развития и крупных промышленных предприятий, без инвестиций, мы разработали программу создания тогда вот этих 20 тысяч новых современных рабочих мест, это еще в те годы. Сейчас уже об этом все говорят. А тогда мы понимали, что нам нужно строить новые заводы. И к нам приходили иностранные инвесторы, такие компании, как Орион, Пищепром. Мы развивали наш тверской бизнес. Я им очень благодарен. И сегодня это, по сути, уже мировые бренды, ну, по крайней мере, общероссийские. Дайте вспомнить, это такие компании и заводы, как диэлектрические кабельные системы, это как российская сантехника, русский свет и многие другие. Это Озон, Горизонт, промопост предприятия. Это Лакуфа Тверь, это Хэппиленд, это новый лакокрасочный завод. Вот это вторая очередь завода, вот стекольного завода у нас, как мы на Сахаровском шоссе едем эти синие корпуса. И нам этот вопрос удалось решить. Второе, конечно, мы развивали и малый и средний бизнес. На том, конечно, этапе, на том уровне. Сейчас ситуация несколько другая изменилась уже. Но мы делали все, чтобы люди могли спокойно, то, что рабочих мест не хватало, и мы военнослужащих привлекали, поддерживали. Следующий этап. Приведу такой пример. Буквально из-за того, что мы очень эффективно и рачительно стали использовать наше муниципальное имущество, городскую землю, которую зачастую часть пользовались и не платили ни арендную плату, ни налоги никакие. Муниципальное имущество, помните, одни брали и пересдавали его просто другим. И деньги попадали не в бюджет города, а в частные карманы. Буквально за два года мы доходы, собственные доходы от земли и имущества у нас выросли почти в 3,5 раза. Представьте себе. То есть такой вот скачок. Да, еще тогда попадали в доход бюджета города, сейчас уже этого нет, маленький кусочек налога на прибыль. Приходилось с крупнейшими налогоплательщиками тоже говорить. Говорит, ну мы знаем, что у вас прибыльное предприятие, коллеги, понятно, не хочется лишние налоги платить. И многие предприятия, я сейчас не хочу их называть, они и сейчас работают. И многие коллеги даже со мной в законодательном собрании они работают. Пошли навстречу. Я им при этом говорил и обещал откровенно о том, что мы каждый рубль будем использовать очень бережно. Конечно, ситуация была сложная даже не только финансово. Я напомню, в городе Твери тогда первую мы провели ревизию строительных площадок и объектов. У нас 44 многоквартирных, 5-9-этажных дома строились без всяких разрешений, разрешительных документов. То есть брали, хотели строить. Причем иногда это строилось в парках, скверах. Мы помним, площадь тысяч в пролетарском районе. Парк Победы застраивался и так далее. Можно многие приводить. Это очень удобно. Ведь не надо ни коммуникации туда подводить, ни сносить дома, расселять. То есть, естественно, был вот такой вот бардак. И мы стали достаточно твердо, жестко наводить порядок. А самое главное, вот эта программа, которую я разрабатывал как председатель комитета по экономике тогда в городской думе, предлагал Александру Петровичу. И он последние месяцы пошел навстречу. Я не исключаю, что это тоже явилось толчком к его, скажем так, трагическому уходу. Потому что многие боялись, что мы объединим наши в определенной степени усилия. Было очевидно. Он находился под очень серьезным, я еще раз говорю, криминальным давлением. Конфликт его с Платовым и Хасаиновым мы помним тоже. И нам удалось действительно... Но самое главное, что я хочу сказать, и всегда говорю, и опять же, это абсолютно совпадает с позицией нашего губернатора сегодня, навести порядок на собственной земле. Что-то сделать в городе, в Тверской области можно только, когда мы вместе объединили усилия. Когда мы действительно сами хотим навести здесь порядок, когда мы сами бережем наши дворы, наши улицы, наши спортивные площадки, зеленые насаждения. Когда мы хотим, чтобы город... Помните, появились первые урны нашей программы. Твери, чистый город, добрых людей. Стали, помните, у нас из района в район перетаскивают лавочки и урны, мы их в разные цвета стали красить. У города Твери ведь не было даже года своего рождения. Давайте вспомним, Дмитрий. Уникальная ситуация. Я стал главой города, у которого не было даты его рождения. И много, сколько было скептиков, нам мешали, не давали признать эту дату 1135 год. Хотя я считаю, что город наш еще несколько старше, он ровесник примерно... Сами ярославцы говорят, и у них есть исследование, что он ровесник Ярославля. А Ярославль свое тысячелетие отметил. Понятно, что есть такие города, как Великий Новгород, Псков, Владимир. Это более древние города. Но тоже вот такая вот ситуация. И сейчас очень замечательно, что Игорь Михайлович тоже старается вникнуть в старину. И мы все не говорим о том, откуда начинался наш город. Где был, когда был построен Оторч монастырь, откуда Тверь начинала строиться и так далее. Это все очень важно. Александр Александрович, хотелось бы еще вернуться, пока мы недалеко отошли от этой темы, к некоторым фактам вашей биографии. Вот, к сожалению, жизнь прервалась, карьера предыдущего мэра вообще трагически. А ваша карьера прервалась драматически весьма. Потому что, ну, я знаю, что вы физические покушения несколько пережили на себя, да, за годы работы. Но, а вот то, что с вами произошло, мы знаем, что в вашей биографии есть такая странная история, как возбужденное на вас уголовное дело. Вы были даже в следственном изоляторе, находились. Странная история. Вы ее как-то однажды в одном из интервью назвали примером политической коррупции. Не политического рейдерства. Вы знаете, что это было названо на Государственном совете, который проходил в городе Костроме. Там присутствовал и президент, и председатель правительства. Из хорошо известных нам лиц там был сегодня советник президента Российской Федерации Владимир Абдуальевич Васильев. Мой наставник, человек, которого я считаю, в общем-то, своим учителем, это Вячеслав Викторович Володин, потому что он курировал местное самоуправление на том этапе, и действительно разбиралась ситуация в Твери, где, в общем-то, все было расставлено на свои места. Было сказано, сколько заплатили эти 20 миллионов долларов за то, чтобы было возбуждено вот это вот странное дело сначала на моего первого заместителя, которое вообще развалилось и не привело ни к чему. А потом ведь, если взять мой приговор, когда его читаешь, все же смеются, потому что оказалось, что вся моя вина свелась только к тому, что я кому-то, неопределенному человеку сказал, что необходимо вызвать сотрудников полиции в администрацию города с целью воспрепятствования следственной группы. Ну, вот такая белиберда и чушь. О том, чем это отозвалось вам, как это повлияло на вашу дальнейшую судьбу, мы еще поговорим, а сейчас прервемся на очень небольшую рекламную паузу. Я напоминаю нашим телезрителям и радиослушателям, что сегодня у нас в студии председатель комитета по экономической политике, один, наверное, из самых известных мэров нашего города, Олег Станиславович Лебедев. Меня зовут Дмитрий Нечаев. Олег Станиславович, мы вот сейчас перед перерывом, перед рекламной паузой стали с вами говорить о вот этом драматичном эпизоде в вашей жизни, когда, ну, фактически было сфабриковано, сейчас уже можно так классифицировать уголовное дело в отношении вас, вы были забраны под стражу, находились в следственном изоляторе, но это событие было крупное, о нем говорили по всей России, о нем и сейчас нередко вспоминают, но самое главное, как оно отразилось на вашей карьере, есть ли еще сейчас, чувствуются ли еще последствия негативные от этой истории? Ну, конечно, такие вещи, они оставляют неизгладимые шрамы не только на моем теле, скажем так, но и прежде все, конечно, страдает моя семья, то, что прошли через что мои родные, близкие, мои дети, это, конечно, очень такая история нехорошая, но я очень благодарен своим коллегам, коллегам по партии «Единая Россия», вы знаете, у нас же они разобрались, разобралось руководство нашей страны. В общем-то, на этом госсовете и принималось решение по смене, давайте говорить так, губернатора нашей области, для того, чтобы продлить эту историю, появилась вот эта комическая история с червяком, для того, чтобы немножко, ну, отложить вот это, потому что получалось, что надо вроде как за червяка человека, да, за то, что он там в тарелке нашел. Но я не хочу сейчас ничего говорить, все было понятно. Кстати, этот период тоже был очень драматичный и для области, и для города. Почему? Как раз в это время начинают набирать огромное количество коммерческих кредитов, то есть, понимаете, там идет разбазаривание земельных ресурсов и города, и Калининского района, и всей Тверской области, мы это понимаем. Конечно, это во многом отложило отпечаток уже и на дальнейшее развитие нашего, скажем так, региона, и на мою судьбу. Да, понятно, что судимость потом была снята досрочно, там мне разрешили, не лишили меня партийного билета, за что спасибо тоже моим руководителям и начальникам. Но вот было решено вернуть меня, скажем так, в активную политику, хотя я, честно говоря, не очень тогда и хотел опять, потому что политика зачастую оказывается иногда очень грязным делом, мы с вами, к сожалению, знаем. Но вот, но любовь к своему городу всегда многих двигала, потому что я дважды давал присягу этому городу. Кстати, я никогда не забуду, как я общался тоже с архимандритом Кириллом, с нашим старцем в Сергиевом посаде, с ним и президент наш, не раз разговаривал Владимир Владимирович Путин, тем более для меня это всегда было очень важно, потому что вот так совпало, что и моя политическая деятельность, она вот примерно в это время начиналась. И вот эти изменения в стране позитивные, которые стали проходить, и декриминализация, и многое другое. И опять такой авторитет вооруженных сил, армии, которые мы стали замечать, это для меня было очень важно. Ну и давайте не забывать, все-таки я, мне в моей жизни доводилось общаться с президентом один на один, два раза, и так вот, естественно, несколько раз и много раз на различных форумах, совещаниях. Вот я, естественно, знаю его неформальные отношения, Тверскую область он считает своей второй родиной. Я бы хотел тоже напомнить нашим коллегам, что бабушка президента погибла в дни освобождения города Калинина, была расстреляна фашистами, когда она вот несла хлеб и картошку подкормить вот солдатиков наших, и в комендантский час фашисты ее расстреляли. Поэтому, естественно, и другая бабушка с дедушкой тоже здесь, вот, поэтому, конечно, я чувствую ответственность перед президентом. Ну и вообще наш регион уникальный, я хочу сказать, мы живем вообще на удивительной земле между Москвой и Санкт-Петербургом. Тверь – это древняя столица Святой Руси, отсюда вот с имени Михаила Ярославовича пошло единение, да, Бартеневская битва – это первый такой, еще до Куликовской битвы, да, первый, скажем, такой подщечина, да, которую мы оказали сопротивление. Я, Александр Саниславович, помню те годы, когда вы были мэром города, мы работали вместе, и я помню, что вы всегда очень большое внимание уделяли вот именно корням нашим, вы местный, Тверской, и это всегда очень чувствовалось, то есть для вас это было очень всегда важно, вот это наша история, наши прародители, те, кто были до вас руководителями нашей вот города, земли Тверской, это всегда вы эту связь очень прослеживали, очень ценили, очень трепетно к ней относились. Вот вы сейчас упомянули, вы такой достаточно самостоятельный политик, об этом все знают, такой с сильной волей очень это бросается всегда в глаза, но при этом вы сказали, что у вас есть несколько таких наставников, учителей, авторитетов, которые непререкаемы, которые вот в полной мере вы можете назвать вот вашими наставниками, да, наверное. Вы назвали Владимира Абдулевича Васильева, вы назвали нынешнего председателя Государственной Думы Российской Федерации Вячеслава Володина, а есть еще кто-то, кого будет? Ну, во-первых, я многому учусь у нашего губернатора Игоря Михайловича Руденина, потому что человек обладает очень большими знаниями, опытом, он проработал в федеральном правительстве, часто человек очень скрупулезный, въедливый, очень хорошо разбирается в финансах, экономике, и, честно говоря, так общаясь с ним, часто он меня тоже, ну, ставит в тупик, и есть чему поучиться его кругозору, его пониманию, как работает особенно федеральный бюджет, как это все взаимосвязано, какие есть программы. Конечно, нам здесь в этом плане очень повезло. Есть, конечно, военачальники, все равно, так, поскольку я всегда относил себя к русским офицерам, скажем так, конечно, это такие люди, как Вареников, как Моисеев, вот, это, конечно, наверное, те, вы помните, в свое время я почетными гражданами города Твери стали Борис Силович Громов, который помог нам построить монумент, посвященный нашим воинам, погибшим в интернациональных конфликтах. Это Ромодановский, вот, Константин Олегович, тоже почетный гражданин, много помогал нашему городу, генерал-полковник Нургалиев, помните, ХК МВД, которое здесь у нас было, этот проект развивался, вызывал огромный интерес, конечно, это такие люди, которыми, общение с которыми оставляют, ну, большое, в общем-то, такое, большой след, и есть чему и поговорить, и поучиться, безусловно. Ну, а теперь хотелось бы перейти ко времени нынешнему, перейти, так сказать, в практическую плоскость. В настоящее время вы возглавляете, ну, один из самых серьезных, самых важных комитетов, постоянных комитетов в законодательном собрании Тверской области. Это комитет по экономике, предпринимательству, все, что связано с развитием нашего региона. Понятно, что экономика, это деньги, это субстрат любого развития, это от этого зависит развитие социальной сферы, здравоохранения, медицины, образования. Все это базируется на экономических успехах региона. Как вы сейчас можете охарактеризовать экономическую ситуацию в нашем регионе? Какие есть точки роста, в упадке у нас состояния? Или оно сейчас в стадии развития? Вот ваше видение, как председатель комитета. Безусловно, сегодня я считаю, что Тверская область динамична и очень быстро, опережая соседние регионы, развивается. Давайте просто факты приведем. Во-первых, нам почти 23 миллиарда долгов перед коммерческими банками, кредитов удалось погасить Игорю Михайловичу с его командой. Надеюсь, мы тоже свою лепту внесли. Я всегда критиковал предыдущее министерство финансов, не буду вспоминать предыдущего начальника, министра финансов, за то, что мы зачастую набирали деньги вообще непонятно для чего. Для латания каких-то дыр, для решения каких-то вообще непонятных задач, не связанных ни с развитием. Я всегда спрашиваю, как мы эти деньги будем зарабатывать, отдавать. И самое главное, у нас были связаны руки вот этим договором с Министерством финансов Российской Федерации, потому что поскольку мы находились вот в такой долговой кабале нашей региона, мы не могли уже сами участвовать во многих программах, направлять деньги там, куда мы считали нужным, нам надо было это согласовывать. И, конечно, вот эта первая задача, которую было видно, Игорь Михайлович решал очень эффективно, это было заметно. Второй этап, который, естественно, связан с нашим развитием и ростом. И я здесь абсолютно согласен с позицией губернатора, вы видите, для любой, для экономики, социальной сферы, это транспортная инфраструктура, дороги. Самая большая по площади область Тверская, вы помним, в каком состоянии это было. А это не только машины скорой помощи, это общественный транспорт, это, скажем так, школьные автобусы по ним ходят. Но это и весь грузовой транспорт, это все, да. Поэтому то, что сегодня, вот за год мы 550, условно говоря, капитальным ремонтом делаем дорог, где-то даже строим, это, конечно, очень важно. И, безусловно, это стало давать свои очень серьезные результаты. Часть дорог мы передали на федеральное содержание и финансирование. То есть это очень серьезные такие решения, огромные. Вхождение нашей области, а вы знаете, мы одна, как оказалось, из менее газифицированных регионов Центрального и Федерального округа, потому что большие, малонаселенные. Сейчас мы вернулись в эту программу и вот эти все 13 сегодня не газифицированных муниципальных образований, мы надеемся, там до 2025-2026 года газ туда придет. Конечно, понадобится время еще его развести по населенным пунктам, подвести к домам, к школам, больницам, к субъектам экономической деятельности. Но все это, конечно, сегодня огромное благо и это очень важно. Вы видите, Игорю Михайловичу удалось собрать и другую инфраструктуру, которая обеспечивает жизнедеятельность. Это те учения, которые прошли по более устойчивому электроснабжению. Вы помните, у нас и в Дагестане, кстати, приезжали здесь, вырубались просеки, менялись опоры, ставились новые трансформаторные подстанции и так далее. Конечно, до конца эта работа не закончена, но как раз на базе сохраненной нашей инфраструктуры городской, что мне очень приятно, посмотрите, ведь транспорт Верхней Волжи развивается на базе нашего муниципального предприятия ПТП, которое мы сохраняли. Скажем так, мусорная реформа, спецавтохозяйство, оно опять же на площадке, оператор, это наше предприятие, спецавтохозяйство города Твери, которое у нас в Заволжском районе находится. Помните, сколько раз нам предлагали убрать, застроить этот земельный участок. Это важно тоже. Поэтому, конечно, вот такие серьезные инфраструктурные проекты начали давать свои результаты. Второе, благодаря тому, что мы вышли из этой долговой связки, скажем так, губернатор поставил по максимуму пытаться привезти сюда федеральные деньги. Мы участвуем практически во всех программах. Иногда даже, так скажу, к нам приходят деньги, мы не всегда их успеваем осваивать. Но где-то подрядчики подводят, где-то конкурсная документация, где-то что-то. Всегда какие-то ошибки существуют. Но обратите внимание, я встречаюсь с людьми, всегда говорю, последнюю школу в городе Твери построил я, третью школу достроил в Затверечье. А сейчас вы посмотрите у нас, школа от Рощанка, пристройка к 50-й школе. Такие вот школы, которых в Москве нет, такие школы. У нас сейчас в Радужном такая же школа строится, заложена. Детские сады. Это еще сохраняется школа. Ну это, конечно, потому что не было этого. Но мы строим за последние годы по шесть детских садов. И посмотрите, мечтали об этой, еще Александр Петрович Белоусов мечтал и говорил о этой поликлинике в Южном детской построена, которая областная детская больница. Все это огромные деньги, огромные средства, которые были бы неподъемными только для одного региона и для даже бюджета города и области вместе. Поэтому вот эти все программы развития дают серьезные результаты. И самое главное, мне очень нравится, что Игорь Михайлович не боится ставить такие перед нами амбициозные задачи. Ведь вдумайтесь, коллеги, по росту областного бюджета мы сегодня занимаем второе место в Центральном федеральном округе. У нас областной бюджет консолидированный вырос за эти годы на 57%. И вообще нам по плечу в ближайшее время его удвоить и перейти за 100 миллиардов рублей. Такого роста в общем-то нет. А это как раз вот те средства, которые мы можем уже пускать на программы софинансирования, делать проектно-сметную документацию, заниматься благоустройством. Поэтому регион, он очень мощно идет вперед. Конечно, наш комитет работает. Посмотрите, появился центр «Мой бизнес», центр «Одного окна». Конечно, по нам ударила вот эта вот пандемия, мировой экономический кризис, санкции. Но посмотрите, наш регион прошел этот этап по сравнению с другими регионами ЦФО. Я бы даже, наверное, сказал, постучу, практически блестяще. Хотя регион самый сложнейший, потому что основные, скажем так, очаги, да, это, конечно, крупные города. Москва, Санкт-Петербург, у нас люди там работают. К нам едут дачники, здесь натурбазы и так далее. Это даже на уровне президента было отмечено, что Тверская область пока, по крайней мере, справляется с пандемией. Это транспортная реформа. Вы посмотрите, эти синие автобусы, которые сегодня работают уже не только в Твери, но и пришли уже в Оржев, в Старицу, в Кимры, сейчас придут в Конаково, там во многие другие. И этот наш опыт как модельный тоже для других регионов. Да, даже мы не успеваем за развитием, не успевают порой нам производить эти автобусы, приходится вот многое делать. Поэтому наработан такой колоссальный опыт. Конечно, может быть, не сдержала бы нас эта пандемия, мы бы еще быстрее, были бы еще более ощутимы. Но все равно, те, кто понимает это, конечно, сегодня регион очень серьезно развивается. И мне бы очень хотелось, чтобы наши горожане понимали это. У нас действительно вот сегодня впереди этот такой прожектор уже не луч света, а целый впереди горит. И более того, мне очень нравится то, что, посмотрите, открыли дворец бракосочетания вот недавно. До такого дворца, я вам скажу, нет, москвичи нам уже завидуют и питерцы. Такие школы, которые мы строим. И действительно, Игорь Михайлович абсолютно четко понимает сегодня и нам говорит о том, что хотим мы, не хотим, мы будем вынуждены конкурировать с этими регионами, с Москвой, с Питером. Иначе у нас будет уезжать молодежь, наши специалисты, наши кадры. Поэтому у меня нет никаких сомнений о том, что область сегодня идет очень мощно вперед, развивается. Это коллеги мне вот звонят из наших парламентов областных и говорят, слушайте, ну действительно у вас такое происходит, вот развитие. Вы посмотрите в Конаковском районе, да. Решен вопрос блестящий, я считаю, Игорем Михайловичем, ситуация с восстановлением речного вокзала. Потому что вы знаете, что это памятник архитектуры. Очень сложно там, некоторые все хотят его там реконструировать. А что там реконструировать, если там силикатный кирпич, который уже весь размыло, он не подлежит восстановлению. Деревянные перекрытия, а реконструкция это в 3-4 раза дороже, чем, ну как бы, воссоздание объекта. Ну мы же понимаем, все прекрасно. Ну уже мы же, уже создана рабочая группа, в нее вошел Мединский, она работает, и я уверен, что все эти вопросы будут решены. Посмотрите, туристический какой кластер развивается в Завидово, в других муниципальных образованиях. А вот, кстати, вот... Александр Александрович, прерву вас. Вопрос отсюда. Вы поработали с четырьмя губернаторами, да, вот сейчас вы работаете с Игорем Михайловичем, вы член его команды, у вас есть, я надеюсь, какое-то хорошее понимание. Кстати, как складывается понимание вот между исполнительными и законодательными ветвями власти, и на какие точки роста делается упор? Вот вы начали говорить. Ну, во-первых, я, поработав в исполнительной власти, да, и в законодательной, могу сказать, что, конечно, вся все равно ответственность лежит на исполнительной власти. И очень важно, чтобы законодательная власть, по крайней мере, первая, не мешала. Да, мы обладаем и контрольными функциями, где-то что-то можем подсказать. У нас бывают очень серьезные споры, дискуссии. Более того, вот от нас-то попадает порой нашим коллегам в правительстве иногда гораздо больше, чем от представителей других партий, я это скажу откровенно. Ну, это все прекрасно знают, кто бывает на заседаниях законодательного собрания, особенно я, я ведь за словом в карман не полезу, и вы знаете, да. Ну, у нас очень хорошие партнерские отношения, я считаю. Да, мы стараемся вместе работать. Есть какие-то ошибки, упущения и у нас, и у них, но мы работаем как одна команда, команда губернатора, конечно. Ну, и мы прекрасно понимаем, мы видим то отношение к нашему губернатору президента, да, количество его встреч, количество посещений председателя правительства нашего региона. Это, конечно, мощнейшее развитие вот этого кластера транспортного машиностроения в Заволжском районе, в Торжке, да, восстановлены предприятия. У нас сегодня уже проблемы с тем, что мы даже на высокие зарплаты, на хорошие высокие зарплаты не можем подготовить специалистов. У нас потихоньку люди стали возвращаться из Московской области, из Москвы, потому что когда только высокопроизводительные рабочие места, уже нет смысла куда-то уезжать. И вот мне очень нравится, что Игорь Михайлович, он даже где-то уже не только говорит, как в Москве, а может быть даже с опережением, понимаете, чтобы нам, как говорится, забежать вперед где-то. И это всегда очень интересно. Ну, и он человек очень скрупулезный, очень требовательный. С ним непросто работать, я могу сказать. Я знаю, что кто-то обижается, ну а как по-другому, понимаете, потому что он отвечает, отвечает за результат, за те задачи, которые поставлены президентом. Ну а давайте, наверное, сегодня говорить, наша задача вывести Тверскую область в первую тройку, пятерку регионов. Вот когда я с 15-го на первое место поднял город Тверь, да, вот наш золотой рубль, который мне в Кривлевском дворце съездов вручали, там администрация президента, Министерство экономического развития, я уверен, нам по плечу поднять и нашу Тверскую область. Наша программа «Тема дня» уже подходит к завершению. Я напомню, что у нас в студии Олег Станиславович Лебедев, один из самых популярных, известных и эффективных мэров нашего города, мы помним. Но в настоящее время, это было в прошлом, в настоящее время председатель комитета по предпринимательству, экономической политике в областном законодательном собрании. Олег Станиславович, ну мы поговорили о том, конечно, чем вы занимаетесь, в том числе и с органами исполнительной власти, высшим органом, с губернатором региона, работая с ними в одном команде. То есть, развитие экономики региона, инвестиционная политика. А вот теперь хотелось бы сказать, ну мы уже об этом в принципе говорили, о том, что все вот эти успехи в экономической сфере, они становятся базисом для успехов, в том числе и в социальной сфере. Ну вот это вот ближе людям. Развитие культурной сферы, спортивной сферы, А я вам так вот скажу, Дмитрий, вот смотрите, экономика и социальная сфера идут рука об руку. Вот мы с вами часто участвуем в рейдах общероссийского народного фронта. Вы помните, да, вот эти рюмочные, наливайки всякие, кальянные, где, к сожалению, мы фиксируем случаи употребления молодежью и наркотиков, причем часто они работают в связке. Вот мы приняли закон, ограничивающий по торговле алкоголем по времени, да, там с 10 до 10 часов. И получается, добросовестные предприятия закрываются, а вот эти вот начинают продавать там это все, молодежь собирается с этим контрафактным алкоголем, курят, пьют, а в это, это все находится в жилых домах. Вот представьте себе. Вот мы сейчас тоже прописываем такие законы, которые бы давали возможность, сегодня мы уже подошли к следующему этапу развития, когда надо тоже уже нам принимать региональные, федеральные законы для того, чтобы регламентировать деятельности и субъектов малого предпринимательства. Вы посмотрите, опять же, экономика как связана вот с социальными проблемами, обращаются к нам, обманывают людей, а вот еще раз хочу пользоваться случаем сказать, люди, будьте осторожны, вот все эти кредитные кооперативы, люди несут, понимаете, вкладывают туда свои денежные средства, потом те банкротятся, растворяются, вот сейчас по двум таким объектам ведется работа, по 400 человек там людей отнесли туда свои деньги и теперь не могут их вернуть, позарились на чуть больший процент, понятно, но это наше, идет реклама такая активная по телевидению, точно так же, как я вообще слушаю порой вот эти вот юридические компании, мы спишем все ваши долги, вы имеете право на банкротство, люди, не поддавайтесь на вот это, не покупайтесь, это все не бизнес, это все мошенничество, и у нас куча, куча недостроенных объектов, посмотрите, только вот тоже, одни говорят, предприниматели, вот интерьер-холл тоже сейчас смотрим, уже сколько не могут его достроить, люди вложили туда деньги уже много лет, и все объект не запускается, город не получает платежей за землю, за платежи за имущество, других налоговых доходов и источников, поэтому экономика и социальные вопросы, они неотделимы, ну а уж, конечно, всегда социальная сфера, хотя сегодня мы приняли закон о социальном предпринимательстве, очень много таких аспектов есть, которые нужно разрабатывать, но, как правило, социалка все-таки, она требует серьезных капиталовложений, инвестиций туда, поддержки на достойном уровне, но все это потом выражается в эти школьные стадионы, как у нас сейчас 34-я школа, самая спортивная школа Тверской области, приятно же, когда это, когда строятся грибные базы на Волге и на Тверце, когда вот этот футбольный манеж будет строиться, крытый, такого нет в Твери, все это, конечно, и школы, и больницы, и детские сады современные, все это огромный пласт работы, реконструкция музеев, посмотрите, наш музей Тверского быта, какой стал красивый, эффективный, реконструируется здание рядом с, на набережной Афанасия Никитина, художественного училища Венецианова, все это затраты. Это безусловно. Ну что ж, мы с вами поговорили о том, что было сделано, понимаем, что, наверное, еще больше предстоит, ну и надежда вселяет то, что действительно у нашего региона есть экономические успехи, программы, которые, надеемся, позволят нам реализовать все задумки. Да мы в этом просто уверены, Дмитрий, вот посмотрите. Спасибо вам большое за участие в нашей программе, это был председатель комитета по экономике, законодательного собрания, Олег Саниславович Лебедев, меня зовут Дмитрий Нечаев, всего доброго, до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова